Мы рады приветствовать вас в торговом доме Библиоглобус. И сегодня с радостью хочу вам сообщить, что в гостях у главного книжного президента Академии геополитических проблем, доктора исторических наук, профессор МГИМО, писатель Леонид Григорьевич Ивашов. Спасибо, дорогие друзья. И также хочу представить сегодня, кто нам будет помогать в проведении встречи, ведущий данного мероприятия, Игорь Епифанов, издательский дом «Аргументы недели». С удовольствием передаю микрофон нашим гостям. Спасибо большое, Елена. Хочу поблагодарить коллег книжного магазина Библиоглобус за предоставленную возможность встретиться сегодня с вами. Леонид Григорьевич, давайте мы, наверное, сядем. Микрофон подключен. Да, давайте. Да, да. Да, садитесь, как вам удобнее. Позвольте буквально два слова. От имени издательского дома «Аргументы недели». Сегодня представляем популярного автора, один из самых цитируемых и читаемых наших авторов, Леонид Григорьевич. Сегодня речь идет о новой книге, которая называется «Геополитическая драма России. Выживет ли Россия в 21 веке?». Как всегда, материал полемичный, много вызывает вопросов. Мы надеемся, что эти вопросы вы сможете задать в течение нашей встречи. Не буду отнимать у вас много времени, передам микрофон автору. Добрый вечер. Спасибо, что пришли, потому что я вот Игорю и Леночке нашей, я сказал, я бы не пришел в такую шлякоть, да, даже на свою книгу. Название работы «Почему я так?». Геополитическая драма России. Выживет ли Россия в 21 веке? Ты теряешь, родная, последние силы. Мы не спасем тебя уже, не укрепим. Мы пришли попрощаться с тобою, Россия, Бледным небом твоим, черным хлебом твоим. Мы не будем стремиться к богатым соседям, Не прожить нам без ласки слезящихся глаз. Никуда не уйдем, никуда не уедем. Ты сама потихоньку уходишь от нас. Собрались мы все здесь, на последней платформе. Осквернен наш язык, уничтожен наш труд. Только там, под землею, останутся корни. Может быть, сквозь столетия они прорастут. Это Николай Николаевич Добронравов, знаете, выдающийся наш поэт, муж Александры Николаевны Пахмутовой. Да, это его слова. И вот я когда услышал, вот добавил, выживет ли Россия в 21 веке. Этот вопрос я уже ставлю не с поэтической точки зрения, а именно вот с научно-исторической, с геополитической точки зрения. Ну, все мои работы, или большинство моих работ, они как раз направлены на исследование вот тех мировых политических, да и иных процессов, в которых живет и наша Россия. Вы знаете, я когда-то привел, еще работая над докторской диссертацией, пришел к выводу, точнее, меня привели к выводу. Такие корифеи, малоизвестные, причем у нас в России, как Николай Яковлевич Данилевский, как Сергей Алексеевич Подолинский, наверное, вы не слышали, как Вальтер Шубарт, 1938 год, немецкий философ, его работа «Европа и душа Восток», это он о нас говорит, 1938 год, в разгар фашизма, где он кричит, кричит, что кроме России никто не спасет, Россия должна оплодотворить своей духовностью вот эту гнилую Европу. И вот сейчас мы, угощала Леночка чаем нас, и мы затронули, значит, тему чая, и вот кто нам ближе, Восток или Запад, встал, возник вопрос. Конечно, Восток нам ближе, потому что там духовность, и я рассказывал, я много ездил в служебных командировках по миру, в том числе и на Востоке был, и я говорю, там, вы понимаете, чай даже подают, особенно лаотяночки, вот, и они, по-моему, медитируют, вот они подают не просто там, как на Западе, там, значит, чисто, физически, материально и так далее, а вот они этот чай, по-моему, сопровождают какой-то, то ли мантры, то ли молитвы, вот. И Восток, конечно, нам ближе. И мой вывод, конечно, вот такой, ближе всех нам, увы, не Китай, а Индия. Индия, да. И я когда-то сопровождал президента там, я ему сказал. Да, Китай стратегический союзник, еще есть стратегический, но геополитическим союзником у нас могут быть только Индия и Латинская Америка. А в будущем, возможно, возможно, ислам, когда он очистится, потому что там тоже, понимаете, материальное отходит на второй план. Вот. И, конечно, я в своих работах ищу и в этой, тем более. Вот. Ищу место и роль России. Почему вот место и роль с точки зрения функционала? Потому что я пришел к выводу, вот, Данилевского, Николая Яковлевича, я, наверное, уже два десятка раз его читаешь. Потому что читаешь и находишь совершенно новые вот эти моменты, новые какие-то грани творчества и так далее. И вот он меня подтолкнул, подтолкнул, знаете, к такой мысли, вот то, что я вот как раз и исследую, и развиваю. если вот этот многомиллионный, значит, живой мир, живой мир, растительный, животные там, насекомых там, и так далее. Ведь, посмотрите, вот весна начнется, особенно очевидно. Ведь они живут не совершенно не так, как люди. У них функция обязательная, приходят некие там сигналы, посылы, и они трудятся день и ночь, собственно. Трудятся, в том числе и за человеком там, подчищают, ну, те же муравейшки, например. Вот. для того, чтобы вот на планете, вот в живой системе создать, знаете, гармонию. Гармонию. Да. А почему человек должен жить по-иному? По каким-то своим прихотям. Ну, да, мы видим там, и птицы хотят там, морскими, наверное, стать, ныряют там, и так далее. И рыбы, наоборот, выскакивают. Но, тем не менее, главную свою функцию, это у них там развлечение или что-то такое, да, но главную свою функцию каждый вид и подвид исполняет. И вот я полагаю, что человечество обязано, не просто живет, значит, да еще разумом наделено, в отличие от всего животного мира. Вот. Оно должно по образу и подобию, ну, Господа Бога там, да, 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 по образу и подобию вот живых организмов природы. Вот должно так. А значит, у каждого народа и у каждой мировой этнокультурной цивилизации, это я от Николая Яковлевича Данилевского отталкиваюсь, должна быть своя функция. И под эту функцию, как мы видим, раку, крешню дают, там, значит, кому-то, рога дают и так далее. Так и человеку разумному задается потенциал, потенциал свой, возможности. И я... Прошу прощения, как раз хотел вернуться к книге к очень интересной теме. Вы у нас первый дипломированный специалист по геополитике в России, но вы говорите в своем произведении о том, что были до вас геополитики на Руси, которые не осознавали это, свое качество, но, тем не менее, они ими были, являлись назовите их, кто был первым геополитиком в России? Да вы знаете, термин геополитика, он где-то на грани... Ну, его первый ввел Рудольф Челен, Челен, вот, Рацель, Фридрих Рацель, немец, но он как родоначальник считается, это половина 19-го столетия, там, чуть позже, да, но он называл это политической географией, у него работа политическая география, а вот Рудольф Челен, ну, он швед, но в Мюнхене учился, и работал, и так далее, ну, к немецким геополитикам одно, он ввел вот этот термин геополитик, поэтому, если посмотреть вот на всю плеяду русских философов, русских писателей, да вообще, вот, общественных деятелей, вот, они все следовали вот логике геополитики, и я вот в этой, в следующей книге лежит там, да, здесь я только упоминаю, в издательстве следующая книга лежит, Россия или Московия, да, что от нас остается, вот, я там показываю, что все вот это развитие нашей Руси, потом Российской Россией, Российской Империи, Советского Союза, все это закономерности, ничего случайного не было, вы знаете, случайности бывали, не туда поперлись, там, походами и так далее, получали по, как говорится, по физиономии и исправляли, вот, по сегодняшний век, по сегодняшний день, делали все время, вот, шли вот эти семь геополитических направлений, они были избраны еще, ну, оформились там окончательно где-то в шестнадцатом-семнадцатом веке, вот, что, то есть, был некий образ будущей России, вот, еще Русь, там, княжеские, там, эти, споры, там, все и так далее идет, да, дерутся, воюют, но, уже формировалась геополитическая идея, кем быть Россией, и кем она формировалась, вы знаете, я все же подозреваю, что высший разум, все же, вот, так, и об этом Николай Яковлевич тоже пишет, он, про каждый культурно-исторический тип, его, вот, эта фраза, вот, надо задуматься над ней, на сцене театра мировой истории, действующими актерами выступают не этносы и государства, мы привыкли, государство определяют и политический процесс, и экономику, нет, вот, Николай Яковлевич, не этносы и государства, а культурно-исторические типы, которые, ну, дальше он там уже, в процессе, вот, своего расцвета, развития, они превращаются в мировые этнокультурные или локальные этнокультурные цивилизации, и он утверждает, что общего человечества нет, ну, как мы говорим, живая природа, но есть птицы, семейство птичек, есть семейство, там, парнокопытных и так далее, вот так и у человечества, и я вот в этой работе особенно я показываю, что Россия, когда вот вычисляешь для России, кем Россия предназначена была быть, кем она предназначена, какой функционал, естественно, какой потенциал задали ей, задали ей, и какие испытания она прошла, вот, и вот я считаю, что наша роль, наша функция, она, ну, можно формулой такой определить, что мы интеллектуально-нравственная держава, мировая держава справедливости и чести, и когда мы этим путем шли, вот, всегда у нас был успех, как куда-то отворачивали, мы, значит, ну, терпели поражение, это первое, второй мой вывод, вот, вы понимаете, у каждой живой системы, а еще раз себе запишем, что мы, вот, Россия, как и другие там, мировые цивилизации, вот, это многосложная живая система, но у каждой живой системы, да, даже у компьютера, пусть он не живой, да, есть свой жизненный срок, да, и у каждой модели избранной свой жизненный срок, вот, и вот, когда мы смотрим там на Ивана Грозного, Ивана Васильевича Грозного, вот, вот там, он там и уничтожал много, все это вранье, все это не так, но, он, когда увидел, что вот та модель не жизнеспособна до него, которая была, и он задал новую модель, естественно, большинство, ну, и людей простых, и вот это тогдашние олигархи, они ничего менять не хотят, да, то есть, инерционный путь обретает, что не, 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 все, пусть остается как было, но не сломав и не задав новую модель, модель, мы обязательно развалимся, Петр Первый, вот там, по сей день его ругают, и, кстати, Николай Яковлевич и Данилевский о нем там не совсем лестно отзывается, да, что-то не так, но, Петр Первый, то ли ему посыл был некий, то ли, значит, он сам сообразил, что вот та модель, традиционная там вот, которая сложилась, она уже свою выработала, нужно новую модель, и он, да, обязательно будет сопротивление, обязательно жертвы будут и так далее, и то же самое революция с 17-го года, все, Россия уже трещит там и так далее, Петр Аркадьевич сначала Витте, а потом Петр Аркадьевич Столыпин, вот, ну, назовем премьер наш, он предложил модель, но он предложил не ту модель, которая нужна России, модель скопированная с Запада, особенно в экономике, особенно в экономике, все стали копировать, вплелись, влезли, благодаря Витте, в этот, в золотой эквивалент, привязали свою экономику к золоту, а по сути дело к доллару, хотя он стоял с золотым рублем там и так далее, ну, как бы за спиной там, да, и есть, кто интересуется вот этим, есть удивительная работа, она маленькая, ее два раза в метро проехать на долгое расстояние, прочтете, 1906 год, да, от разорения к достатку, полковник русской армии, вообще-то полковников много, вот и генералы были, которые, да, вот, он уже тогда пишет, что к 1916 году, сейчас вылетело, никто не подскажет, Александр Дмитриевич, фамилия вылетела, ну, сейчас я вспомню, да, он пишет, что вот та модель, которая, которая вот сейчас принимается в России, она не приживет дольше 1916 года, простой расчет, что мы будем потом и золото, и все свое это богатство и производство будем тратить только на то, что поддавать долги, и посмотрите, 16-й год, Парижский экономический форум, что было, то есть модель уже все трещала, трещала, я не знаю там эти детали, разные версии там, почему Николай второй ушел, может быть, он сообразил, что все развалится непримерно, потому что есть закономерности социального, экономического, политического, кстати, развития и так далее, что мы берем капиталистический способ производства, а систему управления и обеспечения оставляем феодальную, и поэтому революция, вот я пишу как раз здесь, что это была геополитическая необходимость, вот, необходимость, и придали новую модель взяли, новый импульс придали и так далее. Новая экономическая модель, вы имеете ввиду? Новая экономическая модель развития? Общественная и политическая вся вот просто взяли по-другому, потому что, ну, посмотрите, капитализм, за что воевали в этом, в 14-18-м годах, за что воевали и что получили? За рынки, потому что вот эта алчность, которой в живой природе нет, а вот эта вот алчность, которую мы сегодня наблюдаем, и делили рынки там, за колонии там, и так далее, за ресурсы, воевали-то, за что воевали? Вот кто-нибудь может объяснить, за что? Положили там десятки миллионов людей и в нищету обрели, вот, и поэтому вот Советский Союз, это была новая перспективная модель, а в 91-м году эти три алкоголика, вот, ну, я вообще, это мое убеждение, я доказываю это, что более подлой власти, более непрофессиональной, более алчной власти в России, вот, чем нынешняя, ну, начиная там от Горбачева, Ельцина, Путина, не было никогда, вот, я вам, как доктор исторических наук, вы посмотрите сегодня, чем, везде только деньги, я вот, коллегам говорил только, посмотрите, значит, ну, Листвяжная шахта, любая трагедия случается, с чего начинать, да, идет такое дежурное сообщение, и тут же в этом сообщении, что там потерявшим кормильцу будет выделено по 700 тысяч, и все, вот и все, и они действительно, вот эти властолюбцы, они думают, ну, заплатил я там миллионы, 700 тысяч, все, мои обязанности закончились на этом, вот. Вы как раз говорите о том, что капитализм, капитализм это худшее, что выдумало человечество, что придумало. Да, у меня есть эта фраза, худшее, потому что, ну, посмотрите, я опять же, вот обращаю внимание на природу, на природу, ну. Давайте вот еще, знаете, на что посмотрим, недавно сами капиталисты сказали об этом, на заседании римского клуба, и у вас это есть в книге, да, было озвучено о том, что это было фактически мошенничество, тот строй, тот капитализм, который нам всем навязали, и который развивался все это столетие, и не одно столетие, было мошенничеством, надо придумать что-то новое, но что новое могут придумать капиталисты, это не социализм же они предложат, и уж тем более не коммунизм, правильно. Это вот у меня четвертая глава, геополитика 21-го столетия, да, четвертая глава как раз этому посвящена, ну, посмотрите, что такое римский клуб, это группа Рокфеллера и Форда создали вот такой мозговой центр, который будет навязывать человечеству направление и пути развития, и что вы думаете, Рокфеллер будет делиться, что ли, все, вот, в 18-м году, а Рокфеллер в 2018-м году, там, говорят, с шестым сердцем уже он там, да, значит, в столетнем возрасте скончался, и в 18-м году, там, юбилей римский клуб отмечает, и уже тогда один из сопредседателей, Андрис Вейкман, там, 12 сопредседателей клуба, он делал основной доклад, вот, Вайс Зекери ему там, значит, помогал, как бы, дополнял, и он заявляет, что крах нынешнего миропорядка, крах капитализма неизбежен, нужно думать о новом мире. 1 апреля 20-го года тот же Андрис Вейкман, ну, и другие там окончательно, значит, уже он экстренное сообщение дает, что старый мир рухнул, и дальше по капитализму проходит. Самая мошенническая вот эта структура, ну, вот такие цифры, наверное, да, интересно будут, это Вейкман говорит, 98% финансовых операций, международных финансовых операций есть ничто иное, как мошенничество. Вот, и дальше подхватывается Клаус Шваб, ну, любит фотографироваться в женских этих трусах. модератор Давоса. Да, да, да. Вот, он, понятно, пешка, ну, талантливая пешка, за этим стоят Ротшильды, за Давосским форумом, вот, и они тоже кричат, что старый мир рухнул, и мы новый мир успешно пишет книгу COVID-19, великая перезагрузка, и уже новый проект, значит, предоставляет, я пишу об этом, что это за новый проект, назвал он его инклюзивный капитализм. Я думал, римский клуб, они там другое предлагали, в чем-то совпадает, в чем-то нет, вот, думал, будет какая-то дискуссия и так далее, но внезапно фонд Форда и фонд Рокфеллера поддерживают вот тот проект инклюзивного капитализма. Что это такое? Вот, ну, понятно, там идет подоплека всех событий, ну, плохой был капитализм, частная собственность, сосредоточение ресурсов там и огромных, огромного потенциала в одних там руках и так далее, и даже такая вот фраза присутствует, что, да, вот, малый и средний бизнес, малый и средний собственник, вроде они маленькие, но по всему миру они превышают, по сути дела, транснациональные, сосредоточение транснационального капитала, вот, и поэтому, вот, предлагают новый капитализм, не должно быть ни у кого никакой частной, крупной, частной собственности, особенно на ресурсы, на все, на все, на все, ну, а дальше, там, что никаких квартир, в собственности быть не должно вообще ничего, все находится в пользовании, и дальше, государств быть не должно, потому что государство тоже собственник, границ быть не должно, вот, не должно быть границ никаких, ну, государственных границ не будет, там, народы, нации, цивилизации, все это отбросы прошлого, все люди, человечество единое, и так далее, и собственностью, всей мировой собственностью, будут владеть, ну, самые честные, это я добавляю, самые честные люди, они их называют общественно-экономические субъекты, государств не будет, значит, ООН не будет, вот, границ не будет, значит, ну, госсобственности не будет, и так далее, вот, ну, там дальше плетет от цифровой экономики, и так далее, но вот, что они предлагают, народов не будет, наций не будет, вот, ну, и там прочитывается, больше мы там предполагаем, значит, что раз собственников не будет, вот, и дальше они ничего не выдумывают, они возвращаются в Римскую империю, есть рабы, есть плебеи, плебеи, что-то, ну, имущие люди, плебеи, это имущие люди, но пользующиеся собственностью, но не имеющие этой собственности, и, конечно, есть эти патриции, которым от рождения все принадлежит, и так далее, вот примерно та же модель и сегодня навязывается, но я уже заговорился с этим капитализмом, да, сейчас я добавлю еще один момент, значит, но это я дополняю, я здесь вставил свои слова, таков ли будет наш удел, или вновь величием забредим, завьется пламень славных дел, без боя не бывать победим, вот, все ли так просто, ну, мы в Академии геополитических проблем вот избрали такое направление исследования, человек, земля, вселенная, да, собственно, вот, маленький, да, живой организм, это есть частичка, пусть мельчайшая, и человек в том числе, единой живой системы вселенной, вселенной, потому что об этом Владимир Иванович Вернадский говорил, ну, вот, развивал Академик Казначеев, это лет назад ушедший от нас, вот, Новосибирский, вот, до этого и Чижевский, ну, многие наши вот подбирались, и не только наши, к тому, что мы, и вот Попис Георгиевич Кузнецов тоже с коллективом, там, значит, кто в науке знает, междисциплинарные, вот эти, вот здесь, и, значит, они утверждали, а мы, Академия, развиваем это, я привожу мнение наших ученых, там, да, и сам в это уверовал, вот, что вся вот эта Вселенная живая модель, живая модель, но мы считаем живым, живой сущностью только то, что основано на белково-нуклеиновой вот клеточке, на белково-нуклеиновой основе, да, а есть и об этом вот ученые, которых я называл, говорили, полевые формы жизни, иные формы жизни, вот скажите, вы меня слушаете, я на вас смотрю, мы все видим, и так далее, у нас есть живая связь между вами и нами, наверное, есть, вы меня понимаете, где-то не согласны, да, и так далее, так это микрофон стоит в центре зала, вы можете подойти и задать вопрос в любой момент, можно я сейчас, сейчас закончим мысль, сейчас я вот завершу, да, и поэтому никакие эти там большие взрывы не уверуем мы, что вот разлетелись, и потом этот шишбеш вечный, вечный там камни где-то какие-то выстраивались и так далее, жизнь на земле это величайший и тончайший по исполнительности проект, проект, да, высший, Бог там, высший разум и так далее, мои студенты знают, что мысль и наши чувства, наши эмоции, это есть сгусток энергии, а энергия никуда не исчезает, значит, она выстраивается в полевые вот эти формы, вот, и все фиксируется, ну, работы есть сегодня на Западе и у нас, вот, индусы раньше к этому пришли, еще до нашей эры, вот, то есть вот это все живое, и смотрите, будет ли вот высший разум произведение, сложнейшее произведение своего труда, творческого труда позволить, позволять уничтожить, вот, то есть человека, причина, почему мы вот так ведем, почему сейчас остров из этого мусора, пластика, размером в четыре франции плавает по океану, почему уничтожаем все это, и позволит ли высший разум нам, вот, это сотворить, да, сейчас я заканчиваю, и вы знаете, вот, ковид пришел в двадцатом, ну, в девятнадцатом году, да, шестого и седьмого января 2020 года ученые, ну, голландцы первые, потом и наши, обнаруживают некое явление, некое явление из созвездия Девы пять с половиной миллионов световых лет, созвездия Девы, вот, из района там черной дыры в сторону Земли направляется, ну, мощный, это, наверное, ничего не скажешь, вот пучок энергии, ну, его назвали магнитаром, значит, там, да, и попадает в Землю, представьте вот эту Вселенную, сколько там тел, какое расстояние попадает в магнитное поле Земли, разрывает его, развязывает, вот, разрывает его, замыкает вот это, концы этого магнитного поля Земли на себя, и дальше всплеск магнитных бурь на Солнце, и вот этот солнечный ветер попадает на Землю, мы обсуждали это, меня вот Валентина Юрьевна Миронова, вот, академик из Новосибирска, вот, она у нас главарь, будем говорить, и мы разбираемся, что это, и вот моя версия, я студентов прошу, я говорю, посмотрите, меняется ли что-то в растительности, даже домашней, в поведении животных, и, конечно, у людей, потому что моя версия, вот я пишу о ней, значит, то, что вот именно разорвали магнитное поле, и сюда идет импульс, который должен изменить наше сознание, должен изменить, если не будет этого, ну, прощай, не только Россия, но прощай человечество, спасибо вам. Подробности прочитайте в книге, а сейчас, пожалуйста, вопросы задавайте. Добрый день, Виталий Катаев, вопрос следующий, какова у вас концепция времени, например, иудейское линейное время, или циклическое время греческое, или какой-то там вариант диалектики, или, может быть, Кастанедовское, где говорится о том, что есть Zeitgeist, то есть некоторое осмысленное и осознанное качество времени, которое меняется одно на другое. Какова у вас концепция времени в вашей модели, в вашей картине? Вы знаете, когда у меня возникает ответ, вопрос вот на такие темы, я заложу в индийские эпосы, индийские книги и так далее. То есть, вы в веды имеете ввиду? И в веды и так далее. Заглядываю, потом сверяюсь на китайцев. Вы знаете, чем наше время западное, а мы взяли оттуда, отличается от восточного понимания времени? Я не буду там влазить, у нас Чижевский занимался энергетикой времени и так далее. Вот, там, на востоке, значит, время рассматривают, ну, вот, как цикличное явление. Ну, спиралевидное, что оно повторяется, историческое время. Оно повторяется на новом этапе. Ну, в философии диалектического материализма есть закон такой философский, да, спиралевидность. Вот, а у нас время, вот, западное и наше российское, оно, ну, как бы линейное. Есть развитие зарождения там жизни или какого-то события, есть его развитие, вот, и есть затухание, и есть кончина. Вот, и, вот, Николай Яковлевич Данилевский свой вывод как раз строил на этом, что цивилизация может сто пять, тысячу пятьсот лет, а потом затухание, ну, продлить агонию и так далее, уходит. Но, вот, он еще не знал, что будет с Китаем, с Индией, Латинской Америкой и так далее. Вот, и если посмотреть вот на это, вот, на то, что, ну, посмотрите, Китай сколько лет живет, да, вот, он упадет где-то там, обвалится, так же и Индия. Но там чистое циклическое время, у вас скорее близок к диалектике, я правильно понимаю? Да, 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 то, что, вот, обретает новый импульс, новую энергию, вот, под идею, возникает идея, идея, ну, почему сегодня вот Индия и Китай? Да, потому, что у Индии миллиард, у Китая полтора миллиард. И, посмотрите, китайцы вперед идут во всем. Почему? Потому что вот эти полтора миллиарда, они своемыслительные процессы, эмоции настраивают, а это огромнейшая энергетика, вот, они нацеливают в одном направлении, как и Советский Союз. Спасибо за ответ. Да. Спасибо, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, вот в ваших книг, я их много прочитал, много проблем на земле, много вопросов, причины, и мало ответов, конечно. Вот в вашем, внизу написано, выживет ли Россия в 21 веке? А почему бы не дописать, выживет ли человечество, Земля в 21 веке? Поэтому, мне кажется, что тут все совместимо, если и России не будет, то и Земли не будет. А вот причина, а причина, мне кажется, тут, знаете, в чем заключается, читая ваши книги, в том, что вот человечество придумало много разных законов, уголовные кодексы, инструкции и прочее, но самое опасное и самое страшное, что человек не исполняет самого главного закона, закона природы, и из-за этого идут все наши проблемы. Какую мы тему не возьмем, и мы всегда найдем ответ, что нарушаются законы природы. Поэтому, если человек должен составлять инструкции, правила, уголовные кодексы, он прежде всего должен руководствоваться законами природы. Я правильно понимаю? Правильно, но его закон природы называют законом жизни. Это и наш Владимир Иванович Вернадзе, закон жизни. У нас забыли о законе жизни. Поэтому, я думаю, вы правы, совершенно правы, а я немножко пояснение дам. Вот я назвал Сергея Алексеевича Подолинского. Я уверен, кто-нибудь знает, кто такой. Ну, это конец 19-го столетия. Тогда модная была теория у физиков. Это второе начало термодинамики. Что все у нас хаотичное, поэтому все перегревается, и поэтому и Вселенная закончит свою жизнь, и планета наша, и Солнце, и так далее. Все закончит. Ну, считают там, Путин назвал 6 миллиардов, лет еще нам жить там осталось, потом Солнце погаснет, и так далее. А наш, ну, достаточно молодой Сергей Алексеевич Подолинский, он единственный, наверное, ну, может, ученики были, не согласился с этим. И я случайно вот на него наткнулся, ну, у меня первое высшее физмат, вот, наткнулся, и он говорит, нет, это неправильно. есть соотношение вот этой энтропии, то есть разрушительной, грязной, вот этой, энергии, вот этой, ну, энергии разрушения назовем, и есть энергия жизни, вот, энергия жизни. Посмотрите, я стал присматриваться, действительно, посмотрите, ну, первое, природа, какая божественная красота, посмотрите, птицы поют лучше людей, тот же соловеечек наш, да, и вот природа наша, вы, хороший вопрос, спасибо вам, подняли, вот, природа, вы знаете, у нее больше позитива, и плюс люди, вот мы там китайцев и индусов упоминали, да, вот, и у нас, мне министр обороны США во время службы, вот, он там, ну, комментировал, он, доктор Перри был, значит, он специалист по России, он вот такую фразу сказал мне, и я задумался, и вот давайте все задумаемся, вот, он говорит, 1921 год, ваша страна мертва, ваша страна мертва, и плюс, ну, приводят пример, там, железные дороги, сколько и так далее, там, все они знают, но он, докторскую, ну, он говорит, я всю жизнь, научную жизнь детям занимал, страна мертва, и плюс вы уничтожили интеллект, для того, чтобы приступить к развитию, вам нужно было, ну, минимум полтора поколения, чтобы восстановить интеллект, и потом, значит, вы, а вы за 20 лет, значит, сделали то, что не делал ни один народ в истории человечества, да, что вы единственные оказались способными, да, бросить, остановить гитлеровскую машину, вот, и вот, посмотрите, еще раз, природа, природа, посмотрите, все цветет, благоухает, там, и так далее, плоды, какие богаты, скажите, пожалуйста, кто, Рокфеллер и Ротшильд инвестируют в природу, тоже над этим нужно задуматься, а только энергия, так вот, вот задача человечества и нашей России сделать, создать превосходство вот этой энергии радости, энергии счастья, энергии жизни, вот, что нужно, а у нас, посмотрите, это не случайно, включайте телевизор, обязательно что-то где-то взорвалось, там, рухнуло, упало, и так далее, и весь новостной блок, вот, вот в таком духе подают. Плохой энергии заряжает. Да, и поэтому мы излучаем вот эту энтропию, и, кстати, вот, Людмила Кузьминщина Феонова, послушайте, вот, вчера у нас доклад делал вице-президент нашей академии, значит, Ирина Владимировна Ермакова, вот, откуда вот эти СПИДы появляются, и так далее, из нашего сознания, вот, из нашего сознания. Спасибо. Следующий вопрос. Ну, большое спасибо вам за книги, я иногда читаю, но хотел у вас чисто житейский вопрос спросить. Сейчас нагнетается обстановка с военными действиями на Украине, если это, не дай Бог, произойдет, это будет драма для России, будут экономические санкции, будут НАТО вооружать Украину, и так далее, и так далее. Вот, как вы считаете, вот это будет драма для России, или это будет очередная победоносная маленькая... Это будет конец России. То есть, если... Конец России. Посмотрите, что происходит сейчас. Ведь мы на уровне президента, там, Госдумы ни разу не опровергли высказывание Чубайса, Грефа и этого Римского клуба, там, что нужно сократить. Чубайс называл цифру населения, нужно сократить до двух миллиардов. Не больше двух миллиардов оставить. Во! И кто-нибудь опроверг, и вот пряшут там и правительство, и Путин, что вот демография надо-надо говорить, они говорят. Посмотрите демографическая программа, национальная программа по демографии. Сколько заложено, какой уровень рождаемости? Один и семь на семью, на двоих один и семь. Это уже заложено и финансируется не рубля больше, чтоб не рождались у нас. Вот. А теперь посмотрите. Вот. Ну, я все время говорю, извините меня, я говорю, проблема в том, что мужик кончился в России. Мужчины есть, штаны носят, а мужика нет, который бы отвечал за свою семью, отвечал за свой район там, за страну и так далее. Назовите мне одного хотя бы, начиная с Путина, человека, вот, в окружении президента, там, в его администрации, в правительстве, который, вот, держит в голове, создал образ будущей России, и он мыслит этой категории, вот, получив назначение там, министром или там, советником Путина, и он идет, вот, нужно поднять там и численность населения, нужно образование дать высокое. Все, что они делают, начинают с детского садика, со школы, и так далее. Это оглупление населения. Посмотрите сейчас, вот, бюджет, который вот-вот только что принят. Посмотрите, какие статьи урезали. Нет, ни полицию, ни Росгвардии. Посмотрите, какие статьи урезаны сегодня. А это говорит, что вот эта планомерная идет политика сокращения во-первых, умных, во-вторых, сильных, вот, ну, сильных делают, но посмотрите, вот я сейчас выходил из метро, шесть человек гуляют, Росгвардия там, туда идут, не в производство, не в учителя, не в профессора, даже, вот туда идут. Самые сильные, вот, и, конечно, самые умные там, они должны исчезнуть. Ну, почитайте греф на этом, на Петербургском международном экономическом форуме. Вот, найдите его. Когда там кто-то выступил, да, пригласили губернатора всех, выступил и говорит, что нужно интеллект, интеллект. Ну, правильно сказал, потому что без интеллекта ничего, не то, что там книгу не напишешь, не сообразишь, куда тебе сегодня поехать, даже. Все интеллект. Интеллект, интеллект, интеллект. И вот этот интеллект убивается. И греф открыто говорит, когда там кто-то выступил, сказал, начинает, он, нет, 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 Тору, ну, его любимую Тору, две тысячи лет не раскрывали, она в совершенно секретном состоянии, ее не открывали даже для евреев. Вот. И поэтому говорит, нельзя нам давать или создавать интеллектуальное общество, иначе манипулировать ими, откровенно, это его фраза, манипулировать ими нельзя будет. Поэтому, говорит, не выше трех классов и так далее. А вот вы, как ученый, какие вы предлагаете выход из создавшейся ситуации? Ну, выход, ну, первый интеллект. Вот нужно понять, что без соображалки мы ничего, ни сарай не построим там, ни вообще чего-то не сделаем. Вот нам, как высший производительный потенциал, вот именно задан интеллект. Это явление космическое. Интеллект. Ну, вот вчера, позавчера Путин, ну, посмотрите, вот я сижу, вот, сижу, блин, там обманули, там переиграли, там не исполняют, ну, слушайте, надоело, по периметру наших границ смотришь и везде нас дурят. А дурят кого? Дурят дурака. Сначала превращили нас, превратили вот в этих идиотов. да, все, какие-то штампы на Западе хватаем, посмотрите, вот эти, приходят там, эти чаты, вот, бросают мне, ну, когда ребят там молодых спрашивают там, а кто такой Сталин, а кто там Петр Первый, ну, вот так опрашивают на улицах. Ну, посмотрите, разве с этим интеллектом достойны мы жить, я категорически. Если нам все дано, если советский интеллект был признан лучшим в мире, вот, и у нас потенциал задан, вот, и в этой книге есть, да, какой нам потенциал и какие функции, вот, ну, я могу сказать, можете прочитать. Вот нам регулировать отношения между Западом и Востоком, мы центр. И последний вопрос, а как общество может воздействовать на то, чтобы возражаться интеллект? У нас уже детей забирают в финский институт, там, обучают, все уезжают. Откуда интеллект появится у нашего населения? У нас с вами не осталось интеллекта? Я иду и преподаю, уже 20-й год преподаю студента. Все, что Господь Бог дал мне, все, что я вот ковыряюсь в этих, мог бы сказать. Леонид Григорьевич вывел формулу, и в книге вы тоже ее увидите. Наш разум интеллект плюс совесть. Ну, нравственный интеллект. Вот, посмотрите, интеллект, куда сегодня интеллект направлен наш? И российский, и мировой. Создать оружие, чтобы не просто тысячи там уничтожать, а сразу миллионы, а лучше миллиарды. И чем Путин хвастается, как достижением интеллекта нашего? У нас лучшие в мире ракеты, никто еще 20 лет не догонит нас, а что другое, кроме оружия-то? Интеллект. Вот, остатки этого человеческого интеллекта и российского направляются как раз, ну, российский сначала утекает на запад, вот, а то, что остается создать оружие. А вы знаете, почему вот сначала разоряли, там, через Сердюкову армию разгоняли, там, институты закрывали, следовали, а потом вдруг опомнили. Стали, ну, что-то создавать, насыщать. Да каждый новый танк, ракета, вот, о которой заявляют, оказывается, повышает акции, стоимость акций крупных компаний, в том числе Газпрома, Роснефти, там, и так далее. И кого не защищают? Да, хорошие, там, посмотрите, танки, вроде, там, армата, вот эти, калибры, там, авангарды, и так далее. А что, пенсии наши защитили эти ракеты? Кого не защищают? Или Медведев, не дали Медведеву отдать 175 тысяч квадратных километров, когда он был президентом, вот, наших северных акваторий, бесплатно вот так, отдал норвежцам, и все, премьеру. Еще он же любит козырять, что вот 1926 года, ну, показать, что он великий, а кто там, Сталин, не могли договориться. А мы с господином премьер-министром за 20 минут договорились. Вот отдал вот так. Помните, вот этот, Иван Васильевич меняет профессию, когда кемскую волоси, да, забирай, и уже этот рецидивисты, царская морда, русские земли, зачем отдают? Вот они отдают, отдают, потому что мелкие люди, они боятся вот эту масштабность и обширность, они не знают, что делать. Ну, что Медведев может, вот эти огромные просторы, как там развивать, что делать, он не знает, да пусть кто-то заберет. Очень жить будет. Пожалуйста, ваш вопрос. Александр Голышев, вы в своей книге упоминаете и даже критикуете правительство за то, что оно не развивает гидроэнергетику в России. Вот в этом плане можно вспомнить, что ООН установила даже Международный день против плотин, с чем, конечно, очень сложно согласиться, потому что, если бы не было вот тех же волжских плотин, наверное, бы столько населения в Поволжье бы не осталось, потому что летом, наверное, ее можно перейти через, ну, вброс практически в Волгу, да, вот, а где строить и как вообще к этому относись, гидротехники, вот, и с этим связан второй вопрос, вот, вопрос водных войн, ну, в частности, водные войны. Водные войны. В частности, вот, Нил, Эфиопия, да, Египет, Судан. Как вы смотрите на дальнейшее развитие вот этих вопросов? Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, понимаете, вот, водные ресурсы, ну, как-то я туда в Судан не заглядывал. Наша Академия, вот, 8 лет назад разработала, запатентовала и представила и в регионы, связывали с губернаторами, и в правительство, в Волгоголоскокаспийская ось развития. Понимаете, мы, ну, я как-то там навязываю вот это свое мнение. У нас тогда произошла, ну, от Москвы до Питера пробка образовалась, даже помните, там, на многие сотни километров пробка образовалась, и мы стали разбирать, почему, какое здесь решение на уровне интеллекта может дать. И пришли к выводу, да, к выводу, что с Волги у нас транспорт ушел, вот, грузовой транспорт, и все легло вот на эти огромные машины, на фуры и так далее. ну, и вот создали рабочую группу, там, два доктора наук, водники были наши, вот, да, рассчитали все, ну, представьте, вот, взять двигатель, например, ну, сколько там, ну, 500 лошадиных сил или 300 лошадиных сил, да, поставить его на машину, сколько вы повезете тонн, и каково там движение будет, ну, какова эффективность будет вот этого двигателя. И такой же двигатель поставьте на баржу, на судно и так далее. Да, чуть-чуть медленней, но пробки, они сегодня поглощают и этот, это вот преимущество. И вопрос, почему? И вот мы отработали, вот, чтобы оттуда с севера вот вложиться, там и расчеты были и так далее, и выходить туда аж на Каспий, ну, и дальше второй этап, это уже в Индийский океан, вот, через Иран и так далее. Вот и все. и еще один задумаемся тоже. В Китае, вот, Караулов Андрей, да, обычный журналист ставит вопрос, ну, почему в Китае не каждый год не затапливается, Амур там не затапливает Китай, почему у нас каждый год до по два раза в год обязательно наводнение. А я вам такую цифру приведу. В Китае на сегодняшний день в международном регистре, а там фиксируются плотины от 15 метров и выше, вот таких плотин более 25 тысяч. В Китае более 25 тысяч. Да, они там рыбу разводят, они, значит, там эти утка пекинская там идёт и так далее, движение там на этих, ну, всё-всё исполнили. 25 тысяч. Сколько, как вы думаете, в России? Я уже это оглашал эту цифру, но меня один чиновник там опроверг. В России 69 плотин, я назвал 68 штук, штук, хотя сравнить даже Янзы Хуанхэтом с нашими реками, у нас 3 миллиона рек, ну, разного калибра, да, разного масштаба. Вот, 69 штук, я назвал 68, чиновник говорит, нет, вы неправильно цифру назвали, говорят, 69 оказывается. Почувствуйте разницу. еще один вопрос давайте, у нас еще автограф сессия с вами, очень хочется, чтобы вы получили автограф на память от Леонида Григорьевича. Горженевская, Екатерина, я преподаватель, я наполовину уже, наверное, ответили на мой вопрос первый, вот это вот стирание границ между государствами, стирание, то есть уничтожение правительства, когда говорят уже, что ВОЗ это будет главным правителем мира и прочее, прочее стирание, но плюс к этому еще прибавить в некоторых странах нет границ между полами, нет религий и прочее. То есть получается, что в свете того, что сейчас происходит, и мне очень важно, что происходит с образованием, потому что введение дистанционного образования даже наполовину то, что лекции дистанционные хотя бы вот в моем ВОЗе и знаю в других ВОЗах вообще нет и такого. То есть это получается, что это принята программа всеми государствами, за исключением может быть некоторых. Но мы знаем, какие государства может быть от этого отказываются. То есть это уже признанная программа, по которой мы идем. Золотой миллиард и прочее. Это первый вопрос. И второй, но это мелкий может быть вопрос, вы сказали про инклюзивный капитализм. Мне вот интересно, у нас программа повышения квалификации, инклюзивное образование, но это уже старая тема может быть, и искусственный интеллект, то, что навязывают всем, и без этого невозможно дальнейшее преподавание. Спасибо. А мне хотелось бы с первого вопроса начать. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Ну что, что я могу сказать по этому поводу? Я преподаю МГИМО, профессорствую. и то, что творится в образовании в системе, ну я вам приводил Грефа, они дают установку, Путин берет под козырек и все исполняет. Он вроде не замечает, не знает и так далее, но тем не менее это все исполняется. исполняется. Ну вот вы объясните мне. Ну ладно, 65 лет не пускают. Я, конечно, иду и преподаю. Иду и преподаю. Очно преподаю и так далее. Затем объявляют непривитых студентов не пускать. Я своим студентам разрешаю приходить, но большинство их отняли, пропускаю, уже в ВУЗ, в МГИМО не пускаю. Потом дистанционно. И вы знаете, что меня поражает? Что 100% вот это не исключение, 100% явка. Сидят ребята вот там и мы работаем, работаем. То есть от нас зависит. Конечно, и от студентов, но от преподавателей. Вот. И потом, значит, прихожу ко мне старосты, значит, Леонид Григорьевич, говорит, запретили студентам непривитым подключаться через Zoom к лекции. Но это я уже взорвался. Я пошел в ректорат, говорю, кто? Дайте эту бумагу. Я говорю, это самое. Да нет, нет, это устные указания получились. Они же трусливые. Вот, дайте мне письменный приказ, кто? Минобор, Роспотребнадзор, кто вот этот приказ? Леонид Григорьевич, да, 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 только вы. Я говорю, все, я приказываю. Я говорю, приказываю в соответствии с третьей статьей Конституции студентам непривитым. Присутствуйте, все. Я говорю, все ответственность беру на себя. Вы знаете, не то, что там давить на меня начали, а мой опыт сразу пошел уже по институту. Вот и все. Но для этого, я еще раз говорю, нужно быть мужиком, я уж не говорю витязем, воином и защищать. А есть еще, вот мы забываем, есть вообще-то право на самооборону, на коллективную и на индивидуальную. И мы вот сейчас офицерское сообщество ветеранское как раз этот вопрос отрабатывают. Но для этого еще раз повторяю, или должны у нас появиться мужчины, мужики, или женщины брать эту функцию, а мужиков там пусть обед готовят. Да не надо. Давайте задать свой вопрос. У меня вопрос о высшем разуме. что вы под этим понимаете. В этой связи хотелось бы отметить, что Россия, когда увлеклась Францией очень сильно, французский язык, вы сами знаете, дворяне и так далее, и так далее, вдруг через некоторое время военные столкновения, Первая мировая война и так далее, и так далее, Наполеон, все вроде бы хорошо получилось. Далее увлеклись Карлом Марксом. Германия, там новые это и так далее, и так далее, Первая мировая война, Вторая мировая война, и опять имеем то, что имеем. Сейчас мы увлеклись американской стратегией. Ой, Америка, это высший свет, и так далее, ну, все вот так. Это первое. И идем туда, куда идем. Вот вам не кажется, что здесь кто-то вмешивается, если Россия рулит, как вы говорите, не туда? Это вот что вы понимаете под этим высшим разумом? Ведь две тысячи лет назад есть еще ведь Иоанн Богослов, апокалипсис, и в принципе мы туда и продвигаемся очень сильно. Поэтому здесь вот так вот как-то единая природа это понятно, то, что нами рулят, это тоже понятно, и так же были и масоны, были эти, сейчас римский клуб, потом еще что-то будет, ну, от этого деваться некуда. 303 масонство сейчас широко. Да, да, я вот про это и говорю. Вот поэтому про высший разум, как вы вот это, что вы под этим понимаете, и, значит, ну, и ответ хотелось бы услышать. Вот вы задаетесь вопросом, выживет ли Россия в 21 веке, ваш ответ, выживет она все-таки или станет Московией. Хотелось бы вторую книгу тоже почитать, вот последнюю. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, первое, что я подразумеваю под высшим разумом? Я в ранних работах. Вот у меня предыдущая работа «Утраченный разум», там более подробно я пишу. Вот. И сегодня уже нет среди ученого научного сообщества ярких противников того, что мысль и эмоции являются энергией. А теперь представим, ну вот, Дэвид Гамильтон, британский врач, действующий сейчас, вот, он написал книгу «Мысль имеет значение». Ну, вот, под таким названием ее перевели, Петербург издал там небольшим тиражом «Мысль имеет значение». И он там вот как раз, он врач, предлагает, что мыслью и лечить нужно, там, и большая концентрация больших мыслей в одном направлении обязательно влияет и на сознание человечества, и на климат. Вот. То есть, вот здесь я подразумеваю, что если это энергия, а энергия не исчезает, она во что-то трансформируется, то вот Бог там или высший разум это некий ну, не металлического типа там, не материального прибыла, компьютер, вот вселенский компьютер, где в памяти заложены все события, все вот эти явления, которые там энергию там негативную, позитивную и так далее, все это фиксируется. Вот. и сегодня вот голография развивается, что можно найти себя, например, вот в возрасте там 25-30 лет, найти вот образ, который вот состоялся в какую-то минуту, в какой-то период времени. То есть, все это держится в памяти. А дальше уже идет логический процессор работы. вот вы хороший пример привели. Я, если позволите, возьму себе тоже на вооружение, чтобы поразмышлять. Заговорила Россия на французском языке, там, на русском вообще, в салонах это не модно было, да? Пожалуйста, захотели французу, пришел Наполеон к вам. Вот. Так что... Позвали. Да, ну, все это вот мы стали жить Франции, по сути дела. Стали жить, мечтать там, все, пожалуйста, случилось. Вот. Ну, а теперь вот выживет ли Россия или не выживет? Я вам так ответил. Мне очень бы хотелось, чтобы Россия это уникальная цивилизация, красивая цивилизация. Она выжила. Ее кончина, она нанесет мощнейший удар по человечеству, потому что функции наши это, вот я говорил, регулировать отношения между Западом и Востоком. Все это из истории нашей. Мы видим, нагружали нас чем? Значит, второе, не допускать претендентов на мировое господство, вот, взглянем в историю, да, так было, претендент. Указывать человечеству направление развития, и я в этой, по-моему, не привожу, в ранних книгах, я показываю, кто указал человечеству путь в космос. кто, и, посмотрите, 1811 год, еще до Наполеона, капитан русской артиллерии Засядько, значит, рисует маршруты межпланетных путешествий, капитан русский, кто на Байконуре побывает, его первый портрет, но объясните не почему и так далее. И он является создателем реактивной артиллерии, да, ну, так, основоположник русской реактивной артиллерии, но он отрабатывал уже вот полеты туда, к Луне, прежде всего, как расчеты и так далее. Почитайте Амстронга, где он в своих воспоминаниях для успешного полета на Луну, нам помогли расчеты русского астронавта Кондратюка. Я заинтересовался там и космонавтов, кто такой Кондратюк. О, говорит, певец у нас. Оказывается, прапорщик русской армии. Ну, Первая мировая война. Он дезертировал с фронта, когда тот развалился, его там белые поймали, он от них сбежал, потом красные поймали, он под Киевом спрятался у сестры своей, взял фамилию, значит, эти, и сидит и делает расчеты полетов на Луну. Откуда это? Он этому не учился даже. А посмотрите, сейчас боюсь ошибиться, или 18-й, или 19-й год, 1900. Что у нас? Революция, бог знает, вот мы просто не представляем, все вот так кипит и так далее. Что организует товарищ Сандер в Петрограде уже тогда? Сандер. Общество межпланетных путешествий, ну, а дальше вы, и Калужского сидели, всех знает, вот нам это задано как функции. И, конечно, нести добро и справедливость в мир. И Шарль Деголь говорил, главное там стержень русской внешней политики это нести справедливость в мир. Ну, добавим, и добро, и культура, и так далее. Так что, вот наша функция, этим путем нужно идти. развалится, конечно, вот весь мир закипит. Весь мир закипит. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы с нами провели этот вечер. И еще один вопрос. Ну, давайте, если недолго, Потому что... Первый задатель, послушает последний. Давайте. Фамилия моя Зигмунд. Значит, я прочитал вашу книгу давно, и вот там вы пишете о том, что существовал вот про Блюмкина вы пишете, потом пишете в очень интересные вещи, потом про Колчака, что якобы он был сохранен. в прокинутом мире, да? Да, замечательные вещи. Я вообще считаю, что... Я не знаю, это сделано на грани конспирологии или каких-то домыслов, или это опирается на документальную основу, но тем не менее я прочел это на одном дыхание. И вот у меня такой вопрос, что если это все, что вы там пишете правда, то нам вообще можно вопросу не задавать. Понятно? Вот. А если это все-таки грань между конспирологией и неким детерминированным пространством, которое излучает объект, являющийся субъектом, понятно? Я когда-то тоже писал книжки. Вот. Поэтому значит просто мне хочется уточнить вот где грань после которой можно остановиться и грань сами понимаете перейдя которую уже ответы дальше они как бы ни к чему. Вот допустим я вам расскажу такую историю маленькую как преамбул. У меня есть много разных знакомых. Ваш вопрос пожалуйста. Вопрос такой. Это было правда или нет? Спасибо. Спасибо. Я вот держу в голове опрокинутый мир два сделать. Вот. Там все вот касающиеся бегства касающиеся вот ну допросов Блюмкина об этих встроенных там в нашу планету вот этих устройствах все это документально подтверждено документы есть. Но вот что касается Александра Васильевича Колчака значит ну поверьте когда мы вот как вводить эти документы они не рассекречены по Колчаку да мне вот предложили такую легенду такую легенду да там ну я не на один документ вот в этом разделе не ссылаюсь не ссылаюсь но там в принципе правда правда ну вот видите тогда тогда вообще можно очень много вопросов аннулировать относительно что нас ждет сейчас а что бы уже не ждало если было так то может быть все что угодно как в положительном так и в отрицательном спасибо за вопрос давайте приступим к автограф сессии соблюдайте пожалуйста дистанцию не надо всем сразу подходить